Продолжение следует... Почему так важно соблюдать сроки сбора урожая? Этот вопрос для многих начинающих дачников кажется незначительным. Но для дальнейшего хранения он имеет принципиальное значение. Ранее или поздняя уборка приводит к следующим последствиям уменьшения объема урожая в будущем. Потеря полезных качеств овощей, снижение показателей хрусткости, уплотнение части мякоти, появление трещин на поверхности, снижение устойчивости к заболеваниям. Последствий можно избежать, если внимательно следить за состоянием овощей. Собирать корнеплоды принято, когда они перестают набирать полезные элементы из земли, останавливаются в росте. Одновременно с этим последняя стадия роста является определяющей в наборе полезных элементов из почвы. Морковка созревает чуть позже или одновременно со свеклой. Внешний признак зрелости – это пожелтение ботвы возле основания. При этом пожелтение ботвы по всей длине может говорить о развитии заболевания или нашествии паразитов, так что нельзя ориентироваться только на изменение цвета ботвы. Правильно будет выдернуть один экземпляр для пробы и проанализировать размеры и внешний вид овоща. Показатели при этом должны совпадать с показателями, характеризующими сортовую принадлежность культуры. Буряк – это овощ, зрелость которого можно определить по выступающей из почвы верхней части. Эта часть прекрасно помогает определить размер всего овоща. Еще один признак зрелости – появление бугристости на выступающей из земли части буряка. Ботва возле основания корневища при достижении технической степени зрелости не только желтеет, но и заметно подсыхает. При выборе благоприятного дня для сбора урожая следует обратиться к лунному календарю. Фазы небесного светила подскажут, когда стоит убирать корнеплоды, а в какие числа от выкапывания следует воздержаться. Новолуние, полнолуние и бесплодные созвездия – неудачные фазы для проведения садовых работ. То же самое можно сказать и о периодах, при которых соки направлены в верхнюю часть растения. Выбор оптимального времени зависит от вегетации, готовности продукта к сбору. Если культура не успела вобрать в свою мякоть максимум полезности, толку от уборки урожая по лунным дням не будет. Плоды будут иметь нейтральный вкус и аромат, напоминающий привкус травы. Когда убирать свеклу и морковь в Подмосковье? Подмосковье относится к средней полосе России, так что, как было указано выше, копают морковь и свеклу там примерно с конца сентября по начало октября. Для того, чтобы урожай порадовал лёжкостью и вкусом, рекомендуется учитывать некоторые моменты. В сентябре в морковке идёт накопление сахаров, так что торопиться с уборкой нельзя, сбор ранее середины сентября может привести к тому, что урожай будет горьким, пресным или просто несладким. В Подмосковье осенью может быть много дождей, а во время дождя или после него собирать корнеплоды не рекомендуется. Так что обычно огородники ждут засушливого периода и под его конец выкапывают свёклу с морковью. Когда выдалось очень тёплое, затяжное лето, откладывать долго со сбором урожая нельзя, потому как в подобных условиях тепло и умеренная влажность корнеплоды могут начать прорастать, это же двухлетнее растение. Перед тем, как окончательно выкапывать корнеплоды, стоит подкапнуть один или два и проверить их на спелость. Когда убирать морковь и свёклу на Урале? В зависимости от того, когда был посажён урожай на Урале, уборка может приходиться на разное время. Учитывается также, разумеется, и сорт. Для выращивания на Урале выбирают раннюю и среднеспелую морковь и свёклу, потому как до первых морозов они обычно успевают полностью вызреть в отличие от поздних видов. Что до времени сбора, то если свёкла была посажена в середине мая, с конца августа можно начинать проверять урожай на готовность. То же в принципе касается и моркови. Но если весна-лето были холодными, дождливыми, пасмурными, урожаю потребуется больше времени для созревания и сбор откладывается до сентября. Сбор моркови и свёклы в Сибири. Для выращивания овощей Сибирь – самый сложный регион России, поэтому тут используют определенную агротехнику, метод посева, а также сажают только те сорта, что подходят для данного климата. Рекомендуется сеять в Сибири овощи, срок вегетации которых до 100 дней. Морковь, в отличие от свёклы, переносит небольшие заморозки, поэтому первые всегда выкапывают именно свёклу, а затем уже и морковку. Именно через 100 дней после появления всходов эти сорта и нужно выкапывать, это примерно конец августа или начало сентября. Для начала, разумеется, их проверяют на готовность, достают одну-две штучки и только затем можно полностью собирать урожай. На сегодняшний день селекционерами предложено немало сортов моркови и свёклы, подразделяющихся на ранее, среднеспелые и поздние виды. Каждый семенной материал имеет свои отличительные особенности и срок вегетации. Самые первые имеют небольшой срок созревания, но не продолжительное хранение, подходящее лишь для употребления продуктов в летний период. Остальные две, идеально для укладки в зиму, имеют крупный размер и товарный вид. В их мякоти содержится максимум полезности, необходимый для полноценной работы внутренних органов и организма в целом. При посеве выбранного сорта следует внимательно изучить описание и рекомендации производителя. На упаковке обычно указана необходимая информация, позволяющая определиться не только с месяцем посева, полноценным уходом, но и временем готовности урожая к сбору. Лучшим периодом для уборки свёклы и моркови по благоприятным дням в 2021 году остаётся луна в фазе убывания. Лунные сутки, подходящие для проведения работ, не должны выпадать на бесплодные созвездия и отрицательные периоды. Благоприятные дни для уборки. В сентябре – 8, 9, 16 по 21, 25 и 26 сентября. В октябре благоприятными днями будут. С 3 по 6, с 15 по 19 и с 22 по 25 октября. Работы желательно проводить в ясную, тихую погоду. Для корнеплодов хорошо будет полежать на земле под солнышком 2-3 часа после того, как их выкопают. Если откладывать уборку урожая нельзя, а на улице дождь, собранные овощи рекомендуется просушить под навесом. Предварительно можно выкопать один корнеплод и убедиться в том, что он достиг необходимой степени зрелости. Порядок выкапывания моркови и свёклы будет иметь следующие особенности. Необходимо заранее приготовить инструмент – лопату или вилы. Вилами пользоваться удобнее, так как риск повредить плоды будет в этом случае меньше. Овощи аккуратно подевают снизу и выдергивают руками, держась за ботву. С корнеплодов следует аккуратно отряхнуть землю и разложить их прямо на грядке для просушивания. Свёкла находится ближе к поверхности, и убирать её можно не используя инвентарь, а просто выдергивая за стебли. Нельзя стучать морковью или свёклой друг от друга, чтобы отпали комки грунта, от этого овощи повреждаются и затем будут плохо храниться. Ботва срезается небольшим острым ножом, у моркови её можно просто выкрутить. У морковки на 1 см срезается вверх, это нужно для удаления точек роста, что способствует более длительному хранению. На свёкле оставляют пеньки длиной в 1 см. После этого нужно произвести сортировку овощей. Мелкие и поврежденные плоды отправляются на переработку, а отборные крупные закладываются на хранение. Сохранность урожая во многом зависит от его правильного хранения. Овощам необходимо создать оптимальные условия, чтобы они не загнивали и не сохли. К счастью для многих садоводов, выращивающих на своём огороде сразу несколько корнеплодов, хранить свёклу с морковью в одном месте, экономить территорию помещения вполне можно. Самое главное – соблюдать рекомендации, перечисленные выше, и не забывать о насыпи песка, предотвращающего подморозку продуктов. При выкладывании друг на друга, каждый слой необходимо пересыпать молотой корицей или другим антисептиком, предотвращающим поражение овощей бактериальной инфекцией, вредителями и другими известными недугами. При хранении плодов в помещении с комнатной температурой, рекомендуется разделять морковь со свёклой по разным ящикам, чтобы предотвратить ускоренное поражение и начало гниения. Чтобы морковь лучше и дольше сохранялась в зимний период, хранить её необходимо либо в деревянных ящиках, либо в специальных полиэтиленовых пакетах с перфорацией. Овощи необходимо тщательно просушить и охладить до температуры 1-2 градуса, после чего аккуратно сложить рядами. Дно ящика перед укладкой можно засыпать органическим песком, а после укладки овощей присыпать их сверху древесными опилками. Хранение в полиэтиленовых пакетах допустимо только при условии, что овощи будут храниться в специально оборудованном помещении с возможностью поддержания постоянной температуры и оптимального показателя влажности воздуха. Хранить плоды лучше всего в сухом, защищенном от света месте, идеальным вариантом будет погреб или сухой подвал. Некоторые садоводы предпочитают хранить овощи на застекленном балконе, однако такое место не подойдет для длительного хранения. Ни в коем случае не закладывайте овощи на хранение в холодильник, они потеряют большую долю полезных веществ и будут быстрее портиться. Для того, чтобы избавиться от вредителей, которые так или иначе присутствуют на корнеплодах, можно использовать специальные добавки и присыпки, которые содержат необходимые химические вещества, а можно использовать народные и проверенные способы. Например, опустить овощи в известковый раствор. Обычную известь необходимо развести с водой в пропорции 1 кг на 30 литров воды и тщательно перемешать. Когда раствор будет готов, просто опустите туда морковь, а затем дайте ей просушиться в тени в течение одних-двух суток. Пленка, которая образуется после этого на овощи, отлично сохраняет его, не давая долгое время распространяться болезням и гнили. При соблюдении всех условий хранения, правильной сортировке и устранении вредителей, а также при постоянной температуре в помещении в 3-4 градуса, такие овощи, как свекла и морковка, могут отлично храниться в специальных полиэтиленовых пакетах без дополнительной обработки, присыпки и т.д. Время хранения зависит от сорта и способа хранения, но не рекомендуется сохранять эти овощи более чем один зимний период, иначе они станут вялыми и невкусными.